Приморские студенты учат русский язык в океанариуме. Такой нетрадиционный подход это часть учебно-просветительского проекта очарования Тихоокеанской России. О дружбе, учебе и рыбе. Кирилл Тихонов. В русской грамматике студенты из Японии пока не разбираются, но морские глубины изучают охотно. В Приморском океанариуме продолжается проект очарования Тихоокеанской России. В окружении морской живности русский учат воспитанники 12 университетов страны восходящего солнца. Конечно же в рамках 30 или 40 минут, которые заявлены сегодня, невозможно выучить русский язык ни в коем случае, для этого нужны годы. Поэтому цель занятия выучить несколько слов по-русски и, наверное, вызвать интерес к этому языку. Интерес к России и русскому языку, а еще любовь к морю. Так эти студенты выбрали Владивосток. Все они участники русско-японского студенческого форума. Он прошел в рамках ВЭФ. Мы обсуждали, как можно улучшить отношения между Россией и Японией в плане агрокультуры, медицины, в плане образования и культурного аспекта, то есть отношения между людьми. Все предложения оформили в меморандум. Документы возьмут в работу высокие государственные органы. Внести свой вклад в формирование взаимовыгодных отношений между странами – честь для молодых людей. Политика лидеров наших стран Синдзо Абе и Владимира Путина создает хорошие условия для взаимовыгодного сотрудничества. Организаторы форума предложили сделать его ежегодным. На следующем Восточном экономическом форуме новая делегация студентов обсудит вопросы укрепления международных отношений. Юлия Мосенько, Кирилл Тихонов, Егор Фомин, Панорама.